Всем привет! С вами Элина и программа World Fashion News. С приходом лета в столице стартовал международный месяц фотографий фото Биеннале 2022. 7 июня в мультимедиа-арт-музее Москва открылось 9 выставок, которые объединили работы как уже известных фотографов, так и тех, кто выставляется впервые. Подробнее об этом рассказала директор музея Ольга Свиблова. Это стало не повысить слово модным местом, а мода — это великий двигатель прогресса. Мы думаем о каждом, кто к нам приходит. С маленькими детьми. Сколько у нас детей сегодня на открытии. Совсем огромными младенцами. Нам приходят с собаками, кошками. Каждому мы рады. Когда ты общаешься с молодыми художниками, ты не стареешь. И она не стареет. Это ее гения. Она просто всегда чувствует, что нужно для молодежи. Ольга Свиблова — он уникальный человек. Потрясающий энергии, знания, чувства искусства. Вот эти работы, они 18-го года. Я когда их сделал, мне было большое желание их показать Ольге Львовну. У меня не было прямых контактов. Прошло время. И вот это вот такая, как вам сказать, желание, которое осталось, оно просто, видимо, оно десформировалось, оно обросло новыми работами и оказалось в этих залах. Мы должны сказать спасибо Ольге Свибловой. Это была ее заветная мечта, которую она упорно шла. Здесь идет большая просвидетельская работа. Здесь очень много лекций, мастер-классов. То, что абсолютно необходимо для того, чтобы это искусство воспринимать. Здесь есть и фотографии, и современные искусства, и фэшн. Те люди, которые занимаются модой, очень сильно смотрят на то, что происходит в современном искусстве. И кто кого, на кого влияет, я думаю, что все-таки современное искусство или искусство влияет на моду. Это видно, когда мы смотрим, что Saint Laurent, что Jean-Paul Gaultier, что там, ну, практически все. А любовь – это плодотворная почва. Даже цветы, которые ты растешь, и овощи в огороде. Надо любить, когда они нают гораздо большие плоды и распускаются в невероятно красивый цвет. Фото биеннале продлится до конца июня. А пока готовимся к предстоящей московской неделе моды. На этот раз она пройдет в парке «Зарядье» с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят свыше 40 дизайнеров. Среди них и Татьяна Котегова. Она приоткрыла зрителям World Fashion Channel секрет подготовки новой коллекции. Я люблю по-прежнему только натуральные ткани, потому что они экологически чистые. Совмещать какие-то вещи из прошлых коллекций и с новыми, и с трендами современными. В ближайшее время мы собираемся сделать показ. Ну, такой интересный момент, опять-таки, сложный, с тканями, потому что здесь же должна быть какая-то палитра определенная. Здесь нужно опять с обувью что-то делать. Может быть, это будет не такая большая коллекция. Может быть, из 30 луков, но все равно мы сделаем. Нам нужно вот эту коллекцию из шифонов и легкой шерсти, катонов дополнить чем-то. Костюмы будем продолжать делать брючные, потому что они актуальны у нас. И, конечно, главный, мне кажется, элемент — это мы какие-то детали делаем, не обрабатываем. Провокацию мы оставляем во всех вещах. Мы стараемся сделать, чтобы в каждой вещи какая-то присутствовала такая небольшая сексуальность, чувственность. Мы готовим новую коллекцию, используя по-прежнему лучшие ткани. Натуральная шелка, натуральная шерсть. Она, как всегда, будет в классе Preta Porte Deluxe. Это, если так можно сказать, носибельные вещи, в которых можно появиться и на работе, и на вечере. Может быть, пойти в театр. И, я думаю, необычным будет это включение стиля барокко. Небольшое вкрапление, но оно присутствует, и оно придает коллекции некоторый шик. Она будет необычная. Еще один участник московской недели моды — Янис Чумалиди. Петербургский дизайнер рассказал World Fashion Channel, чем вдохновлялся для новой коллекции. Бренд Янис Чумалиди примет участие в московском показе, который состоится в парке Зарядье. Это новый проект, который объединит всех дизайнеров России и на разных площадках покажет коллекции, выпущенные для нового сезона. Это очень ярко организованный проект по поддержке правительства Москвы. Это очень правильное решение поддерживать креативную индустрию. В этом сезоне, весна-лето, мы в коллекции использовали множество оттенков Very Perry, как вот в платье комбинации Transformer. Это платье мы видели, что его можно носить как с брюками, он превращается в топ, так и как платье. Комбинации на модели с прозрачными сетками мы сразу вспоминаем тенденции нулевых. Они сейчас очень актуальны. Конечно же, самым ярким трендом также этого сезона является оверсайз. Невыносимо, невероятно огромные силуэты, которые достигают невозможной величины в области линии плечевого пояса. И здесь мы понимаем, что с одной стороны это классика, с другой стороны это авангард. И, конечно, квинтэссенцией этого сезона являются брюки. Невероятно длинные, невероятно широкие. В коллекции от Янис Чимолиди мы видим всевозможную трансформацию этих брюк. Невероятные складки, всевозможные защипы, которые путем перестегивания пуговицы трансформируют силуэт этих брюк. В эстетике этого сезона, в коллекции Янис Чимолиди и также с цветом вери-пери мы наблюдаем тему меланхолии. Это ключевая тема бренда Янис Чимолиди, потому что меланхолия как состояние художника, погружение в себя. Как изменится мода в нынешней ситуации? Это, конечно, самый каверзный вопрос, который можно задать сегодня дизайнеру. Конечно, нам придется перестроиться. Мы обязательно вынуждены будем взглянуть на предприятия, которые производят ткани. И русским дизайнерам сегодня придется обучать производство, которое находится на территории России, правильно работать и вместе, совместными усилиями, выстраивать индустрию моды. Это будет новый этап в развитии, потому что, наконец, в России появятся собственные ткани, собственные нитки, фурнитура. И, может быть, появятся абсолютно новые ростки этой индустрии, потому что это нужно было делать намного заранее. И я рад, что это сейчас будет происходить. World Fashion Channel готовит специальный проект с участием Татьяны Котеговой и Яниса Чимолиди. Скоро в эфире. Также в следующих выпусках мы подробнее расскажем о главном событии модной индустрии России этого сезона. А у меня на этом все. С вами была Элина. Пока.